Приветствую вас! И по описанию получается так, что у вас к человеку нет определенной привязанности. То есть вы не чувствуете важность для себя данного мужчины, вы не ощущаете, что он как-то имеет серьезное значение в вашей жизни, для вас. Вы чувствуете, что он, вероятно, не имеет высокого уровня вхождения в вашу жизнь. Вы не написали, как долго вы с ним встречаетесь, не написали, какие у вас отношения и есть ли проблемы, но обычно такие проявления у людей бывают тогда, когда их отношения находятся еще на самой ранней стадии. То есть нет еще как таковых чувств, есть еще симпатика, есть еще нормальная такая симпатия. Эта симпатия, она не передосла вас что-то большее, она не передосла вас что-то более близкое, более интимное. И вы воспринимаете человека скорее как друга, как знакомого хорошего, с которым можно провести время, но при этом вы нисколько не завидите от этого человека. Вы нисколько не испытываете эмоциональные потребности в том, чтобы быть с ним. Это означает по сути равнодушие. То есть человек вас никак не цепляет. Он с вами, да, вы отвечаете ему доинностью, вы ласково с ним и так далее. Но у вас нет нужды, у вас нет стремления, нет желания делать этого человека счастливым. Нет желания проводить время от этого человека. Нет желания стремиться к нему. И я думаю, что это абсолютно нормально, то, что вы испытываете. У вас нету, знаете, вот того трепета, того стремления к человеку, да, той искорки, когда все время думаешь о ком-то, когда все время все мысли только о нем и так далее. У вас ничего этого нет. Это означает, что вы не встретили того человека, который задел бы вас настолько, чтобы вы о нем думали на постоянной основе. Либо вы не встретили еще такого человека, который бы как-то выделился. Вы делился бы и на фоне других, то есть как-то восхитил вас, как-то удивил. Человека вы не встретили такого, который вызвал бы у вас эмоции, не похожие на те, что вы испытываете с другими людьми. И в этом случае то, что вы испытываете, то, что вы чувствуете, это нормальная такая непринужденная симпатия и не более того. То есть ничего аномального, ничего ненормального в этой ситуации нет. Если вы сами от этого не согласитесь, если вам для себя ощущать подобное нормально, то проблем, если честно, я не вижу. Но смотрите, какая получается ситуация. Вам, может быть, хотелось бы, чтобы мужчина вызывал у вас все-таки более серьезную заинтересованность, более высокий уровень эмоций у вас к нему был. И вы вот, когда такая ситуация происходит, вы, наверное, невольно думаете, а вдруг это что-то со мной, да, вдруг вот это я, например, бесчувственный, да, или там отдаляется человек и так далее. На деле, мужчина, который, знаете, вот хочет своей девушке добиться, он будет ее внимание огроменять постоянно, то есть постоянно о себе напоминать. А если, как вы говорите, он на какое-то время потерялся, значит, мужчина не очень-то сильно вами дрожит. И вы инфективно, интуитивно это чувствуете, и поэтому к такому человеку не привязываетесь. Это даже хорошо, потому что если мужчина не желает постоянно быть с вами, если мужчина постоянно о вас не думает, если мужчина постоянно себя не проявляет по отношению к вам, то значит, этого мужчину вы не так-то сильно и волнуете, а значит, и он не должен волновать вас. А значит, и оснований для того, чтобы не чувствовать его чужим, нет. Не чувствует человек чужим того, кто постоянно стремится к нему. Только тогда, знаете, как происходит, когда человек постоянно стремится к другому, то тот, к кому стремятся, он волей-неволей постепенно впускает этого человека в свою жизнь. Волей-неволей как-то начинает разделять с ним ее, свою жизнь. Разделять свой быть, например. Разделять свои дела, свои увлечения и так далее. И вот этот момент очень массовый. Так рождается привязанность. А если человек видит, что другой человек просто проводит с ним время, но не старается разделить его дела, старается разделить его трудности, не старается разделить его проблемы, то откуда взяться этой привязанности правильно, абсолютно неоткуда. Немаловажный момент заключается в том, что если человек делает все те вещи, о которых я говорю, то если человек постоянно уделяет вам внимание, если человек старается разделить с вами ваши трудности, ваши проблемы, ваши дела, ваши увлечения, то есть все это человек делает, а вы все равно чувствуете, что он становится чужим, как только вы находитесь уже не вместе. В этом случае можно говорить о нескольких моментах. Во-первых, что человек не ваш. То есть, ну вот, несмотря на то, что он стремится быть с вами, вы чувствуете, что по своей натуре человек все-таки вам не подходит. То есть да, он старается, он разделяет все, что с вами делает, но все равно вы не чувствуете того духовного единения, которое обычно бывает у любимых людей. Либо вы чего-то боитесь. То есть в данном случае, замечу, только в данном случае действует защитный механизм, который проявился за счет наличия страха. Допустим, вас ранее предавали, вас ранее как-то бросали и так далее, и вы теперь подсознательно боитесь, что вас вновь предадут. И поэтому не привязывайтесь к кому-либо, даже чисто автоматически. То есть интуитивно. Вы интуитивно не привязываетесь к никому. В таком случае, чтобы этот момент убрать, нужно снять защитный механизм. А для этого необходимо понять, что на основании чего этот защитный механизм появился. Если это предательство, если это страх, скажем, довериться человеку, то всегда имеет место быть какое-то обстоятельство, которое спровоцировало подобный страх. И, соответственно, разбор этого обстоятельства поможет вам его осознать и убрать защитный механизм. Потому что защитный механизм вам будет попросту не нужен. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные уточнения остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok